Прогулки по хвойному лесу Это вариант с использованием нити, а крымчанка Елена Ломохина захотела научиться плести без нее. Несколько десятилетий назад в Крыму была распространена именно такая техника, но сейчас осталось всего пару мастеров. Пришлось учиться самой. За несколько лет девушка придумала различные виды узоров. Узел галочка, узел елочка, жаккард, такой ажурчик, узел грузинский узелок. Чтобы получить такой удивительный результат, сначала нужно подготовить материал. Иголки подойдут от 10 сантиметров. Главное, чтобы они не были подгнившими. Их нужно залить кипятком на 20 минут, чтобы они стали податливыми. Иголку тут надо прям мучить, помучать. Согнуть ее пополам и посмотреть, если излома нет, значит иголка готова для плетения. Начинаем. Берем две иголки. Одну сгибаем пополам, другую продеваем в нее. И начинаем обплетать сформировавшийся пучок. Делаем семь витков и формируем кольцо. Это наша основа. Теперь обплетаем ее. Получается вот такой круг. Ну что, пришло время попробовать и нам? Обматывайте, как нитка пришивается. Вот сюда? Нет, вот сюда, да. Следующий, да. Все, и пучком вывести надо пришить. И у нас получилось. Дальше по такой же схеме можно сплести, например, вазу для конфет. Такое изделие прослужит вам десятилетиями. Его можно мыть под проточной водой или даже в посудомоечной машине. Только нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или вместе с повышенной влажностью. Научиться работать в такой технике может любой желающий. Тем более крымские мастера с радостью делятся опытом и хотят не просто популяризировать безниточное плетение из хвои, но и сделать его крымской фишкой. Екатерина Серегина и Алексей Староженко. Утро нового дня.